Итак, видите, есть что-то, что является выше денег. И это что-то называется природа человека. Природа человека. Допустим, у меня есть один знакомый, была такая история, она имеет продолжение через 15 лет, представляете? Меня в Краснодаре подвозил один человек, он говорит, я, говорит, люблю, я по этой теме давал семинар, он по предназначению человека, он говорит, я люблю воспитывать детей. Но когда началась там вот эта эпоха разрухи в России, там преподавателям стали очень мало платить, мне не хватило денег на жизнь, он ушел оттуда и начал делать шубы. И когда я, ну как бы, читал уже лекцию, это было там, тут еще, может быть, там, третий, второй год, он мне рассказывал, что я вот уже 6-7 лет делаю шубы, у меня все получается, но счастья мне не приносит. Деньги есть, счастья нет. Я хочу преподавать, воспитывать детей. И поэтому я хочу найти себе, ну, управляющего этой деятельностью всей, а дальше идти и преподавать. Я хочу. Он мне, подвозил меня в аэропорт после лекции и рассказывал мне, делился, открывал свое сердце. И в этом году я, мне сказали, есть один очень талантливый тренер по личностному росту, познакомьтесь, пожалуйста, как бы мы хотим его пригласить на ваш фестиваль благостей. Ну, на наши, на мои организаторы сказали. Должны мне сказать, что за человек. Ну, как бы организатор меня попросил. Я подошел, смотрю, знакомый человек, думаю, где-то я его уже видел. Говорит, Олег Геннадьевич, помните, машина, я в аэропорт вас везла. Вы много раз об этом рассказывали в лекциях обо мне. Я сейчас уже тренер, как бы уже людям даю знания. Я счастлив. Все, что мне нужно было, сделал в жизни. Я вспомнил этого человека и очень сильно порадовался. Что он нашел силы в себе действовать по своей природе. Оказывается, действовать по своей природе непросто, потому что не всегда способности человека и его природа совпадают. Ну, допустим, бывает так, что, допустим, бороться у человека — это природа, но не его способность. И тогда в этом случае ему хочется побеждать в соревновании, а он не такой сильный, как все. И такой человек развивается и становится сильным. Потом о нем говорят, это герой. То есть он великий, сильный человек. Он смог добиться своего. Но вот этот путь добиться своего, он непростой. И большинство людей даже не знают бороться им или еще что-то делать, или на лыжах кататься. Ну, то есть, понимаете, большинство людей даже не знают свою природу. Они даже не знают, из чего выбирать, потому что у них нет знания об этом. Но я сейчас вам рассказываю предварительную информацию просто, потом пойдем дальше. Итак, смотрите, если человек мотивируется тем, что ему хочется помогать людям, ему нравится какая-то деятельность, ему хочется пользу приносить, ему нравится это все, и людям нравится, то это его природа. Ну, допустим, ребенок играет в машину, машину, его спросить, «Ты почему машину возишь?» Он скажет, «И сегодня в машинке играюсь, мне нравится сегодня в машинке играться». Это хобби. Второй вариант, его спросить, «Ты почему машину возишь?» «Вот почему ты там вот в самосвал играешься?» Он скажет, «Потому что самосвал большой, и в нем можно много земли перевозить для стройки». То есть он акцент сделает на богатстве. Это значит, это его способности. А если он скажет, «Я бабушке дом строю, и поэтому я вожу машину», это его природа. То есть когда человек, она бескорыстно направлена на что-то. Вот, допустим, я когда готовлю что-то, да, готовлю, ну, если готовлю пищу, блюда какие-то, то мне не нравится людям раздавать это. Мне нравится самому съесть. Я могу раздать, конечно, но это не приносит такого сильно большого несчастья. А вот когда я лечу людей, мне вообще, то есть ничего от них не надо. Просто полечил, человек лучше стал, и слава Богу. Чувствуете разницу? Где есть природа, где нет. Там, где больше бескорыстия, там есть природа человека. Там, где меньше бескорыстия, там нет природы. Допустим, некоторые люди начинают читать лекции, и они сразу, сколько это будет людей, сколько будет денег. Вот. А как я буду выглядеть, как я буду себя вести. То есть очень много вот таких вот понтов. Вот. Это значит, что это не природа человек, где-то делать. Это его способность. Природа означает, человек просто любит людей и что-то им рассказывает. Когда мне было три года, мы с мамой ждали автобуса. Мама меня поставила на остановке, там стилека какая-то старая стояла. И я начал рассказывать стихи, которые она мне, ну, со мной учила. Целый час я рассказывал стихи, люди собрались, слушали. Это была первая лекция. Такая автобус ехала у нас, рассказывала стихи. Три года уже природа просыпается у человека. Я сейчас вам об этом расскажу, как выглядит ребенок разной природы. Есть разные виды, четыре вида природы человека. И как бы мы об этом сейчас поговорим. Итак, человек, когда сильно развивается, он, допустим, всю жизнь делал мебель, это его природа, ему это нравилось. И наступил возраст, и люди ему говорят, слушай, ты делаешь мебель, но скоро никто уже не будет делать мебель, как ты. Пожалуйста, научи нас. Лучше не делай мебель, а учи нас. Это четвертая стадия развития человека. Человек становится мудрецом, но он учит других. Он уже не делает то, что он делал раньше, он других обучает. Это четвертая стадия развития личности. Не все доходят до четвертой. Ну, с хобби все соскакивают, потому что не так не проживешь. То есть, если ты живешь на хобби, то просто у тебя денег не будет. Многие остаются на умственной платформе или на платформе способностей. И они страдают всю жизнь, но так как им нужны деньги, они живут в страхе, поэтому они не могут делать что-то другое, им нужно делать то, что у них получается. И поэтому они страдают, мучаются всю жизнь и не знают, что делать с этим. Некоторые люди с помощью развития себя как личности достигают платформы разума, потому что природа человека — это платформа разума, это уже не ум. Разум — это более высокая структура, которая развивается благодаря работе над собой. Разум есть у всех людей. У животных разум спит, у людей уже активен. Разум означает заставлять себя работать над собой, согласиться, не согласиться. Вот сейчас включился разум. Олег Геннадьевич сказал парадокс, парадоксальную вещь, которая вообще никак не входила в мои планы. Точно так же у меня было, я приехал к одному предсказателю, у меня был вопрос, я был уверен, что я правильно делаю, но вопрос был. Я поехал в Индию, там проехал большой путь к одному мудрецу, который я знал, что он ответит на мой вопрос. У меня было в сердце чувство. И он сказал противоположную вещь, потому что я думаю, я был в шоке. Я сделал так, как он сказал, мне повезло. Ситуация была такая. У нас в Москве, как бы, было здесь серьезное знакомство, и через них нам давали деньги, большую сумму, с очень маленьким процентом, просто там фантастика. Фактически за так, нам просто давали в долг деньги. И мы на эти деньги хотели купить пансионат и начать потом дальше там работать под Москвой, как бы лечить людей, приезжать, чтобы люди приезжали. Ну, такая у нас была мечта. И как бы, вот появились эти люди, которые могли это все сделать. И я поехал, брать деньги или нет. Потому что, потому что, как бы, все срослось полностью. Брать деньги или не брать. И этот человек сказал, что, если ты эти деньги возьмешь, то через три недели ты разоришься и всю жизнь будешь выплачивать эти деньги. По твоей судьбе. Я думаю, три недели это недолго. Как у вас тоже. Два месяца. Я приехал и отложил все на три недели. Через три недели произошел кризис в России и резко упали деньги. Обесценились деньги. Как раз в это время это произошло. Это 97-й год, по-моему, был. Или какой-то там. И все. А нет, это был не 97-й, а 2000-й какой-то. Просто я не верил в эту истину. В ту не верил. Я поэтому поехал. Где-то в сердце я ее чувствовал. Она была тяжелой для меня, потому что у меня были планы. Когда человек имеет планы, то от них отказаться очень трудно. Они засасывают сознание. Не дают человеку отойти от этой идеи. Но он мне дал возможность отойти. Я потерпел. И потом увидел разруху, и у меня волосы зубом стали. Потому что это был для меня просто разруха. то есть я бы просто сразу же бы взял деньги и тут же и бы их потерял. Даже ничего не делая вообще. Это фантастика просто. Вот. И он спас меня фактически, этот человек. Но у каждого человека есть такая опция. Есть люди, которые могут посоветовать. Эта опция находится в нашем сердце. Мы можем почувствовать истину с помощью других людей. Даже если мы не готовы к этой истине. Можем почувствовать. Это Бог подсказывает на самом деле. Бог есть у каждого в сердце. В виде совести. Подсказки вот этой. Субтитры создавал DimaTorzok